Девушки отдыхают 180 лучших со всего региона и не только. В Сочи прошел чемпионат Краснодарского края по тайскому боксу. В город съехались боксеры со всей Кубани. Это Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крыловской и Динской район. Кроме того, на престижные региональные состязания приехали спортсмены из Крыма и боксеры из Армении. Сегодня на данных мероприятиях принимают 182 участника. Разные возраста. Сборная Краснодарского края в первую очередь, конечно же, и со всех городов Краснодарского края. Конечно же, в первую очередь это город-курорт Сочи. Здесь все располагает на сегодняшний день к проведению различных турниров. Данное мероприятие, как мы можем сами наблюдать, проводится на высочайшем уровне. Организация спортсменов, судейский состав. Вопросов нет никаких, нареканий. Все хорошо. В церемонии открытия турнира приняли участие представители Краевой федерации тайского бокса, Департамента физкультуры города Сочи, руководители местных спортивных школ. Также в открытии чемпионата участвовал и начальник отдела развития и внедрения спортивных единоборств Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края Владимир Ярченко. Тайский бокс, теквандо, ММА, это сейчас очень популярные виды спорта. И тайский бокс один из них, поэтому мы видим, сколько здесь участников сегодня, и скольки регионов края. Это довольно популярный вид спорта в нашем крае. Особенно, конечно, популярен он здесь, в городе Сочи. Шехарно организовано, два ринга, судейская бригада, все. Ну, то есть организация все на уровне. Чем организация, как говорится, строже, правильнее, все выстроено. И дети с детства уже видят, что должен быть порядок, должна быть на площадке порядок, должна быть в судействе порядок, правильное судейство. И детей это уже организуют уже вот с раннего возраста. На открытии соревнований Федерация тайского бокса отметила спортсменов и тренеров дипломами, поблагодарив за вклад в развитие этого вида единоборств в Краснодарском крае, а также за победы кубанских боксеров на международных и всероссийских стартах. Сразу после открытия турнира в рингах закипела борьба за медали чемпионата Краснодарского края. Кстати, Сочи на соревнования по тайскому боксу выставил самую большую команду – 57 человек. Все воспитанники 10-й спортшколы. Когда проходят в городе Сочи чемпионаты края, всероссийские соревнования, это дает возможность сочинским спортсменам больше иметь представительство и большее количество участников выставить, потому что не надо тратить расходы на проезд. Это все дома, это можно сформировать хорошую команду и, естественно, получить более наивысший, лучший результат. И сегодня сочинских спортсменов принимает участие более 60 человек. Это одна треть от общего количества участников. Приезжают лучшие спортсмены Краснодарского края, и сочинским спортсменам, естественно, это положительный опыт, который они могут получить у себя дома, не выезжая куда-то за пределы города. Естественно, для нас это очень хорошо. Уровник. Б appreciated. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие есть представители, как наша школа, Манукан Артак и победитель первенства мира Шумайлов Давид. Они также украшают этот турнир своим присутствием, выступлением. Молодежь на них равняется, радуется, восхищается их боями. Так в целом проходит все на высшем уровне, можно сказать, и с судейской стороны, и со стороны бойцовской. Федерация тайского бокса Краснодарского края сегодня объединяет 27 профессиональных клубов и секций в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Сочи, Геринжике, Армавире и других городах. Этот вид спорта становится все более популярным в регионе. В тайском боксе нет захватов и болевых приемов. Все построено на нанесении ударов противнику. Бить можно и руками, и ногами. Тайский бокс – это жесткий вид спорта довольно-таки. Там используются локти, колени. Не во всех видах спорта это разрешено и используется. В первую очередь это жесткость, конечно, этого вида спорта. Это настоящий мужской вид спорта. Призываю всех заниматься тайским боксом. Будем очень рады. Количество заинтересованных людей возрастает с каждым годом. Вы знаете, тайский бокс и федерация стараются всегда поддержать атмосферу такой одной большой семьи. Спортивный дух превыше всего. Конечно, сегодня мы можем на ринге видеть борьбу. Это нормально. Пускай победит сильнейший, но тем не менее мы одна большая семья. Атмосфера вот такая. Конечно, болельщики пришли поддержать родители, друзья и так далее. Поддержать своих друзей, спортсменов. Как мы можем видеть, их тоже сегодня достаточное количество. Вид спорта, конечно, жесткий, но принятые меры безопасности, маски, шлемы, защитные приспособления – это немножко облегчает, скажем так, волнение родителей о том, что дети занимаются таким жестоким видом спорта. Но и накал ребят, то есть зрители, они заражаются этим видом спорта. И он как бы привлекает все больше и больше ребят заниматься вообще спортом и единоборствами. Работы! Руки подними! Руки подними! Руки подними! Руки подними! Мы готовились к этим соревнованиям три недели с тренером. Были каждый день тренировки, учили новые приемы, выполняли задачи, которые нам говорил тренер. Вот туда, хорошо. Лоу сам дай. Клич, забирай шай, ломай. Колено. Колени быстрее. Туда, туда, колено суй. Все. Рога стоять, колени резче. Лот. Ты голодишь. Наши, лурцы. Роспетчерку. Лет. Эй. Лет. Не, 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 не. Режем. Забил ее шею, натягивай, бери поляну. Монтину все дает работать. Нужны удары. В том, что тайский бокс – вид спорта жесткий, можно было убедиться и на краевых соревнованиях. В ринге спортсмены из Краснодара. Победу в этом поединке одержал Богдан Мешко, он в синим. Далась эта победа потом и кровью, причем в прямом смысле слова. К счастью, обошлось без серьезных травм. К счастью, к счастью! К счастью! К счастью! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложно далась победа. Я перешел недавно в новую категорию. 16 лет недавно исполнилось. Очень было трудно, но мы готовились серьезно к этому турниру. Это отбор на ЮФО. И мы сделали всю работу, то, что планировали. С кем вы сейчас были в ринге? Расскажите, откуда был ваш соперник? Мой соперник был из Краснодара, откуда и я родом, из Динского района. Очень опытный, очень хороший соперник. Участвовал на всероссийских турнирах. Завоевывал неоднократно призовые места и стал победителем. Было очень трудно, но я справился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жесткий вид спорта привлекает и девушек. Немало их выступало и на краевом турнире. Это один из полуфинальных боев. В нем победу одержала Соченко София Истратова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, это мой первый бой, поэтому я думаю, что он прошел хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и все. Соперница была слабее вас. Ну, как вам удалось понять, сильная соперница? Думаю, что мы были на равных. Поэтому был честный и вполне бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соченец Ростислав Дайнека, он в красном углу ринга, пришел в бокс совсем недавно. Чемпионат Краснодарского края стал для спортсмена первым турниром в этом виде единоборств. И сразу победа, причем нокдауном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как бы драка была с моим другом. Это мой друг. Я с ним как бы учился в одной школе. И общались, и общаемся. Как бы победить сильнейший, так говорится. Вот и победил я. Ну, это был мой как бы первый бой, самый первый бой по тайскому боксу. И как бы это было очень тяжело. Даже очень тяжело, я могу вам сказать. Я думал, это намного легче. Но оказалось, что это так тяжело, что, ну, ну, чуть, еще чуть-чуть, если честно. Если бы было бы пять раундов, то бы я умер. Это сто процентов. А вы говорите, что ваш первый бой раньше каким-то другим видом единоборств занимался? Ну, как бы как занимался? Сходил в военно-патриотический клуб, там отдельно занимался армейкой. Вот, и как бы сейчас решил заняться тайским. Я занимаюсь, наверное, от силы 2-3 месяца. Ну, как бы, я не знаю. Первый бой, первая победа. Будем дальше работать, дальше побеждать. А что было сегодня самое сложное? Самое сложное, наверное, себя перебороть. Ну, как бы, это первый бой. Очень страшно. Ну, как страшно? Наверное, вчера после взвешивания у меня был настолько, ну, не знаю, не страх, мандраж, знаете, перед боем. Типа это первый бой, первые соревнования. И вот это вот было самое, наверное, страшное себя перебороть. Но я переборол. Я попробовал. Спасибо моему тренеру за поддержку. И за все остальное, что я вообще здесь нахожусь. А вот и тренер Ростислава Рамиль Мустафаев. Тот, кому всего за несколько месяцев удалось так хорошо подготовить к турниру своего воспитанника. И тот, который так эмоционально поддерживает своих ребят. Эмоционально очень. За детей очень сильно переживаю. И вот у меня такие эмоции. Это, то есть, первый старт, один из стартов на ИФО, СКФО, Керенство России, Европы, Мир. То есть, это есть один из отборов, чтобы попасть на такие турниры большие. То есть, это для нас очень серьезные соревнования. И очень серьезно мы готовились. То есть, как и к остальным стартам большим, мы подготавливаемся. Но, несмотря на всю жесткость тайского бокса, на чемпионате края царила атмосфера дружбы и объективного судейства. Поединки обслуживала большая бригада профессиональных рефери. С этого года вели соревнования среди детей 10-11 лет. У них поединки длятся по одной минуте с перерывом. Тоже одна минута без ударов в голову. То есть, разрешены удары руками, ногами, коленями. Также локтями, но в голову удары запрещены. 11-12 уже работают по 2 минуты с перерывом через одну. И там, как у взрослых, разрешены все удары. У мужчин и женщин старше 18 лет работают по 3 минуты. Основной критерий оценки – это стиль тайского бокса. Это руки, ноги, локти, колени. Но основное – это количество нанесенных ударов. То есть, кто нанес больше, кто демонстрирует лучшую технику именно тайского бокса. То есть, в нашем спорте разрешена работа в клинче. То есть, и боец, проигравший клинч, естественно, он не может стать победителем. Поэтому нужно быть лучшим и в клинче, и в ударной технике. И в этом случае он является победителем. Побеждать должен всегда сильнейший. И главная тоже работа судей – это свести к минимуму травматизма. То есть, судья обязан следить за тем, чтобы сохранить здоровье бойца. Судейская бригада, обслуживающийся чемпионат из семи городов. То есть, это вот Станица Динская, Каневская, Геленджик, Анапа, Краснодар и Сочи. Бригада очень опытная. По 10 человек выезжали на ЮФО. И практически вот нашей судейской бригадой мы закрыли Северо-Кавказский и Южно-Федеральный округ. Как бы все уже очень опытные, по многу лет работают. Но также привлекаем вот молодых ребят вот на этом чемпионате. Несколько мастеров спорта в прошлом пробуют себя уже, как судьи третьей категории. О том, что судейство на состязаниях было объективным, говорят и сами спортсмены. Для них этот турнир – шанс проявить себя и повысить свое профессиональное мастерство. А еще и провести работу над ошибками. Саба! Саба! Давай, Саба! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас будем пересматривать бой с тренером, будет видно. По ходу слышал, что не так по ходу боя самому. Но видео пересмотрим, сделаем еще более глубокие выводы. Кстати, параллельно с чемпионатом Краснодарского края в том же зале проходило и первенство города Сочи по тайскому боксу. И не случайно, говорят организаторы, видеть на соседнем ринге ребят постарше и поопытнее – большая мотивация для юных боксеров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok